Но, если твои родители дали тебе в своей основе не плохое имя, не несущее какой-то негативный смысл, и в этом случае менять свое имя, я считаю, что это все-таки не лучший выбор. Так, как может Израиль оккупировать землю, которую Аллах обещал им в Коране, если Хамас против Ересского государства? Так, все, тема с Израилем на этом у нас закрывается, мое мнение. Так, Мама Басаев, если отец пил колу, то будет ли честно, если я буду пить воду? Вопрос тем, кто уже понял все это и оставил школу. Я даже не знаю. Я не знаю насчет воды, питья, но как-то был у нас такой диспут с братьями, моими близкими друзьями. Еще я был тогда дома. По поводу смены имени. И, в общем, там была такая тема, что поменять свое имя, то есть улучшить свое имя, это как бы сунна, типа это поощряется религии. И, как пример приводилось, например, тебя зовут, допустим, Тумсо, просто чисто такое чеченское имя. А, допустим, имя Абдуллах или Абдулрахман, мы знаем, что это лучшие, предпочтительные имена в исламе. Затем там имена раб такого, ну другие, например, Абдул-Муми, Абдул-Абани и так далее. Затем имена пророков, имена ангелов и так далее. И вот, как пример, что если я, например, свое имя Тумсо поменяю на Абдуллах или Абдулрахман, то это будет хорошо, типа, с точки зрения ислама, это будет, за это я получу еще только там воздаяние. И я тогда аргументирую, я был не согласен с этим, и аргументировал это как раз вот тем, что твои родители дают тебе имя. Я, кстати, на этом же мнении остаюсь до сих пор. Если, допустим, твои родители дали тебе какое-то имя, и это имя в своей основе не несет какой-то негативный смысл, когда его нужно обязательно его поменять. То есть, если тебе дали, например, тебя назвали Иблис, допустим, ты не имеешь права, конечно же, такое имя носить, и ты должен такое имя поменять. Или дали какое-нибудь имя с негативным смыслом, например, в переводе оно там означает что-то плохое. Но если твои родители дали тебе в своей основе не плохое имя, не несущее какой-то негативный смысл, и в этом случае менять свое имя, особенно если твои родители еще живы, после их смерти, там, не знаю, это уже, наверное, будет уже чисто на твоей совести. Но, как минимум, при их жизни менять такое имя, я считаю, что это все-таки не лучший выбор, потому что это может обидеть твоих родителей. Ведь они выбрали это имя для тебя, им оно понравилось, у них были какие-то там мотивации, чтобы тебе это имя дать. И ты потом раз такой решаешь, что ты хочешь теперь улучшить свое имя, чтобы тебя теперь звали Амдула. Если твои родители, например, хотят этого, это другой вопрос. Здесь, конечно, я думаю, не будет каких-то проблем. Но если это как-то ранее твоих родителей, им будет неприятно, и ты просто и так нормальное имя свое меняешь на типа его улучшаешь, Я думаю, это все-таки не лучший вариант. Томсо, тебе совестно, что ты предал суфийскую веру своих отцов и стал мангуртом? Нет, мне не совестно, я счастлив. Япон, тут я слышал, что Ахтарев хочет записаться в качестве добровольца в Украину. Так, кому ему обратиться, Агуеву или Аптишку Штамишку? После того, что с ним сделали в тюрьме парни из Африки. Супремя, салам алейкум, Томсо, скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, что Саакашвили, который сейчас сидит в Грузии, был таким же тираном, как и Кадыров, насиловал людей в тюрьме, отнимал дома и бизнесы? Алейкум, салам алейкум, Томсо, нет, салам алейкум, я этого не знаю. Я не буду с тобой спорить на эту тему, все-таки это немножко не наша тема, грузины сами в этом разберутся, но мне об этом ничего не интересно. Салам, почему ты против, чтобы евреи имели свое государство, когда мусульмане имеют 50 плюс государства? Если они не имеют права на свое государство, то куда они должны переехать или что-то другое посоветуешь? Спасибо. Я думаю, ты меня с кем-то путаешь, потому что я никогда не говорил, что я против, чтобы евреи имели свое государство, я никогда не был против этого. Да ради Бога, конечно же, пускай имеют свое государство. Я по поводу Израиля-Палестинского конфликта всегда придерживался точки зрения два государства для двух народов. Израиль оккупант на этих землях, на большинстве этих земель, они должны реализовать, выполнить резолюции ООН и должны вернуться к тем границам, которые были в каком-то году, не помню. И Палестина должна обрести собственный государство. Вот как бы позиция. Я никогда не был против, чтобы у евреев был собственный государство. Вопрос к Тумсу. Почему уже несколько эфиров не говорите про осианинский беспредел в секторе газа? Даже они мусульманские блогеры говорят на тему убийств в газе. Ну вот только что сказали об этом. Смотрите, в целом, почему нет освещения целенаправленного этой темы? Потому что у меня нет каких-то инсайдов оттуда, у меня нет людей, которые мне скидывали бы информацию оттуда. Поэтому мне очень сложно, я часто попадаюсь на какие-то фейки, а мне не хочется превращаться в фейкометов в этой теме. Наоборот, в этой ситуации я такой же, как и вы, я потребляю информацию. Я точно так же, как и вы, слежу за этим. Я точно так же переживаю. Я делаю дуа за жителей газы. Но чтобы это освещать, мне нужно просто где-то брать и репостить. Понимаете? А зачем? Таких, как я, каналов, которые там это все репостят, постят, получают оттуда напрямую информацию. Их и так немало. Поэтому я этим не занимаюсь. А так, в целом, как мусульмане, конечно же, я сопереживаю своими братьям и сестрам, которые сегодня гибнут в газе. Понятно, что то, что совершает Израиль сегодня в газе, это военные преступления. В этом нет никаких сомнений. И очень тяжело и больно смотреть на то, что там происходит. Но, к сожалению, пока, кроме как своими молитвами, своими дуанами, чем помочь мы не можем. Так, как может Израиль оккупировать землю, которую Аллах обещал им в Коране, если Хамас против Иерусского государства? Так, все. Тема с Израилем на этом у нас закрывается. Мое мнение я озвучил. Если вы с ним как-то в чем-то не согласны, это ваше право. Но Аллах обещал Коране и прочие смешные вещи, я это вообще никак комментировать не буду. Надо внимательно читать Коран и Суру. Там четко написано, кому... Так, все. Окей, мы читаем, мы читаем, свою религию хорошо знаем. И мы не нуждаемся в том, чтобы евреи или иудеи или христиане нам нашу религию разъясняли. Спасибо большое за ваши комментарии и всего вам хорошего. Очень простой вопрос. За какие грехи чеченскому народу выпало столько испытаний, высылки, геноциды, войны и так далее? Я не знаю, смирнов. Это... Одному Господу миров это известно. Но мы знаем точно, что все, что нас постигает в этом мире, это за то, что приобрели наши руки. Поэтому мы довольны тем, что дал нам Всевышний Аллах и тем, как Он нас испытал. Мы тоже, иншалла, довольны. Мы должны делать из этого выводы, становиться более покорными Всевышнему Аллаху. И иншалла, все у нас будет. Субтитры подогнал «Симон»